Роберта Гринвуда Как вы знаете, в мире широко известны два норвежских имени из области архитектуры. Норвежский архитектурный патриарх Свардефен и бюро Снёгета. Снёгета, помимо создания уникальных зданий по всему миру, известна также уникальной стратегией работы. Ключ успеха, можно сказать, находится в их способности видеть связь сооружения с окружающей средой, способности представлять проект в более широкой политической и социальной перспективе. Так здорово, что именно эту тему нам предстоит сегодня услышать в лекции Роберта Гринвуда. Я хочу поблагодарить Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелку», который организовал эту лекцию. Также спасибо Роберту Гринвуду, что вы нашли время приехать в Москву и выступить перед нами. И спасибо всем, кто пришел послушать лекцию. Приятного вам вечера и спасибо за внимание. Роберт Гринвуд. Добрый вечер. Очень жаль, очень жаль, что я не говорю по-русски. Но, к счастью, работает синхронный переводчик, нам будет помогать общаться. Очень рад, что сегодня собралось так много слушателей. Я очень тронут. Очень много жителей Стрелки, наверное, так вас можно назвать. Я расскажу о бюро Снохетта, кто мы, как мы работаем, ну и продемонстрирую образцы наших работ. Моя лекция будет посвящена людям, процессам, проектам. Поговорю о ландшафте. Может быть, о ландшафте меньше, чем об остальных темах. Вы задавайте вопросы, если вас что-то будет интересовать. Снохетта, вообще-то это гора. Я уверен, что все вы это знали. Снохетта – это не имя человека. Название горы. Третья по размеру норвежская гора. Это не человек. Это очень важно, потому что архитектура не сводится к одному человеку. Поэтому, если вы когда-то создадите свое архитектурное бюро, не называйте его в честь себя или в честь друзей. Назовите его в честь чего-то более значимого. Назовите его Стрелка. Наши проекты реализуются по всему миру. Начали в 89-м году. Мы выиграли тендер на строительство Александрийской библиотеки. Мы тогда были студентами, у нас ничего не было в портфеле, и наш первый проект был крупное здание на другом конце мира. В принципе, так же мы работаем. Мы строим по всему миру. Пока что на нашей личной карте было большое белое пятно Москва, но я поставил красную точку, потому что мы вместе со Стрелкой сейчас реализуем проект на Садовом кольце. Большая честь, и когда этот проект завершится, он состоит нашим первым проектом в России. Люди, люди очень важны. У нас есть основной офис в Осло, Норвегии, я лично работаю там, хотя мы представлены и присутствуем во всем мире. Все мы, по сути, норвежцы. Я не норвежец. Но архитектурное бюро, конечно, норвежское, там наши корни. Норвегия на периферии, как вы видите на карте, она далеко практически от всего. И это нам по многому помогает, потому что мы как бы смотрим снаружи. Мы не из центра экспортируем свою культуру. Когда мы путешествуем по миру, мы всегда пытаемся узнать больше о культуре, о нравах, обычаях страны. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы жить на периферии. Москва, Москва в центре. У нас есть представительство, небольшое представительство по всему миру. Ну, в Нью-Йорке, который сейчас разросся, там работают 50 человек. Всего в Норвегии работает 100 человек. Ну, и есть маленькие подразделения. Пять человек работают в Сан-Франциско, один человек работает в Сингапуре, и два везунчика попали в Австралию. Маленькие подразделения, и, надеюсь, они будут со временем расти, увеличивать в размерах. Итак, люди, процессы, проекты. Вот как я заглавил свой аквад. Люди, пожалуй, самое главное, потому что архитектура, в архитектуре главное люди, не здания. В результате нашей работы, конечно, получаются здания, но самое главное – это люди. Люди, которые пользуются зданиями, которые проектируют эти здания, которые оплачивают строительство. Но если вы не думаете о людях, как вы можете быть за архитекторами, поэтому всегда думаем о том, для кого мы работаем, как живут эти люди, как мы строим взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, с нашими клиентами, с архитекторами. Вот наши сотрудники. Нельзя как-то описать их одним словом. Люди всех национальностей, к сожалению, русских пока нет. Надо это менять, менять скоро. Но вообще у нас работают люди практически со всего мира, и люди, которые приходят к нам, остаются. Как правило, человек, попав в нашу команду, работает на протяжении многих-многих лет. Наша команда уже не так молода, как когда-то. Стали постарше, может быть, даже старше, чем чувствуем себя, но поскольку мы растем, мы привлекаем новые кадры. Несколько лет назад я сделал такую карту, схему нашего офиса. Точек здесь еще не 100, сейчас их 100, но каждая точка – это архитектор. Наш офис – это открытое пространство, очень похоже на то, в котором мы находимся здесь. Четыре стены, крыша и плоский пол. И у нас очень хорошая горизонтальная структура, у нас нет жесткой структуры подчинения. Несколько слов о том, как мы организуем работу в командах. Хотя слово «организуем» здесь, может быть, не очень подходит. Это дисорганизационная карта Снохеты. То есть мы не строим вертикальные линии подчинения, пирамиды, где был бы директор, его заместители и еще какие-то управленцы. Нет, над каждым проектом работает группа. Вот, например, у нас есть красная группа, зеленая, синяя. И мы постоянно перемешиваем людей. То есть если вы работаете над проектом, у которого кодовый цвет красный, можете быть уверены, что вы не будете сидеть рядом с коллегами, которые работают над тем же проектом. Скорее всего, вас намеренно посадят рядом с коллегами, которые занимаются другими проектами. Что это значит? Значит, мы должны общаться. Нам приходится постоянно перемещаться в офис, чтобы общаться с коллегами, которые занимаются тем же проектом. Нужен непрерывный диалог. Мы учимся друг у друга. Если я работаю одним проектом, то коллега, который сидит рядом, работает над другими вещами, у него возникают другие проблемы, и обсуждая их, мы учимся друг у друга. То есть мы постоянно смешиваем, перемешиваем наши сферы интересов. То есть никаких прямых линий. Все линии сложные. Примерно так выглядит наш офис. Он мало чем отличается от других. Мы видели эти изображения других компаний, но мы стараемся как можно компактнее сидеть, чтобы как можно теснее общаться с коллегами. Он как выглядит рабочая часть нашего офиса. Но у нас есть и социальный зал, где мы проводим вечеринки, встречи, диваны, столы. Вот четыре самых главных части офиса. Справа у нас кофеварка. Понятно, что без кофеварки ни одно архитектурное бюро не работает. Если я хочу узнать, что вообще происходит в конторе, надо просто постоять в кофеварке, и там, собственно, можно встретиться со всеми коллегами и обсудить, что происходит. В левом углу, можно подумать, что там ничего не происходит. Но это обеденный стол. Там мы проводим встречи. Сейчас там какая-то встреча начинается. А когда приходит время обеда, там обедаем. У нас есть повар, она готовит на 80-90 человек в день, и это не напрягает. И она – центр притяжения. Благодаря нашему повару мы обедаем и общаемся. Вместе нам не нужно искать еду. Слева внизу – наша лестница. У нас там понедельничные встречи, брифинги. И у вас лестница еще круче. Но это место встреч. Каждый понедельник мы проводим летучки, говорим о том, что будем делать на неделе. Социальные функции очень важны. Мы пьем кофе, мы обедаем, мы проводим совещания. Но есть и робот, который работает 24 часа в сутки, 365 дней. Но он, собственно, работает, а мы пьем кофе и общаемся. Вторая часть моего доклада – это процесс. Процесс, пожалуй, самое главное слово. Чтобы наладить грамотные процессы, нужны хорошие специалисты. Но если у вас не налажены хорошие рабочие процессы, то здание хорошо не построишь. Архитектура – хорошая архитектура невозможна без грамотно налаженных рабочих процессов. Как иногда не менее важно, чем что. И то, как мы работаем над зданием, во многом определяет успех проекта, и то, как будет проект воспринят общественностью. Поэтому налаживание процесса мы уделяем очень много внимания. И мы начинаем не с разработки, не с проектировки здания, а с налаживания процесса. Как-то группа социальных антропологов работала с нами, они провели исследование, и они написали книгу, работа идеи. И они... Ну, вот тут фунал о деле. Они поняли, что стимулирует креативность. Во-первых, это критический подход. Критический подход ко всему, что делаем. Активно обсуждаем. Мы снимаем разные точки зрения. Мы придумали новое слово. Транспозиция смена ролей. Смена ролей имеется в виду не переодевание. Мы меняемся ролями постоянно. Мы придерживаемся мультисциплинарного подхода. Но концепция эта не нова. Однако, непонятно, как применять ее на практике, как работать вместе. У нас разные архитекторы. У нас ландшафтные дизайнеры, дизайнеры интерьеров, графики. Но меняясь ролями, мы пытаемся поставить на место другого. Дизайнеры интерьеров пытаются понять, как работают ландшафты. И что это значит? Это значит, что люди не могут прятаться за своей специальностью. И сказать, я вот ландшафтный дизайнер. Я знаю лучше, чем вы. Но так как все пробуют себя в разных качествах, то получается, что все равнозначны. И люди понимают друг друга, говорят одним голосом. Мы привлекаем к такой работе клиентов. Когда мы рассказываем клиентам о проекте, на самых первых семинарах мы предлагаем клиенту представить себя в роли архитектора, а мы пытаемся представить себя на месте клиента. Освобождающий смех. Знаете, что архитектура вообще штука очень серьезная. Потому что большие деньги, политики, все это очень серьезно. И очень важно не утратить способность смеяться, но не хихикать, а именно веселиться. А вот это важная часть работы в команде. Потому что если вы не научитесь смеяться над проблемами, далеко вы не уйдете. Дальше. Прототипирование у нас сейчас очень обширный инструментарий, намного больше разных возможностей, чем было раньше. И архитектура меняется по мере того, как мы внедряем новые технологии. Мы создаем быстрые прототипы. У нас есть специальное компьютерное оборудование, которое позволяет печатать проекты, позволяет формовать проекты. и если у вас только карандаш и бумага, это одна эстетика. Если у вас мягкий карандаш, вы можете рисовать по картине, это другая эстетика. Если у вас есть такое оборудование, которое вы можете использовать при проектировании здания, то это подкрывает для вас намного больше возможностей и эстетическая составляющая меняется. Далее физическая составляющая очень важна. Раз в год мы совершаем восхождение на снохету, но я имею в виду не только это. У нас прекрасный монитор, но мы стараемся не сидеть за мониторами, как бы хорошо они не были, потому что они затягивают нас. Мы работаем очень много офлайн. Мы создаем макеты, прототипы, мы всегда приглашаем клиентов на семинары. Вот наши клиенты из Манхэттена, они искушенные, вот менее искушенные клиенты. Австралийцы, но это не архитекторы. Это клиенты, это администраторы, они участвуют в создании макета, и это очень хорошо, потому что люди чувствуют вовлеченность, если клиент сам принимал участие в физическом создании макета, шансы, что они построят это здание, резко повышаются. Мы создаем большие модели, клиенты принимают участие в этом тоже, дают специальные фартуки, они принимают участие в наших семинарах, в создании макетов. Это для них колоссальная смена декораций, потому что они привыкли к тому, что как клиенты сидят в костюме за столом, и я хочу начать с документами в руках. Расскажу о нескольких наших проектах. Начну с Александрийской библиотеки, в Екипте наш первый проект. В 1989 году мы выиграли открытый конкурс, сейчас эти открытые конкурсы вышли из моды, но в то время они еще проводились. Что хорошо в открытых конкурсах? Победитель непредсказуем. И наших египетских клиентов конечно были совершенно другие представления. Они не ожидали, что мы выиграем, а мы были такие с длинными волосами, в джинсах, и когда нас пригласили на церемонию, были шокированы, они все-таки серьезные ребята в костюмах, и тут приходят мыглые на волосы и в джинсах, и они были шокированы, что хиппи, компания хиппи нам будет строить. Но все получилось, они в принципе могли нас выгнать, но они поддержали наш проект. Здание было построено в Александре, особое место, я там много лет жил, поэтому город дорог в моем сердце, я жил там, пока мы строили библиотеку. Пару поколений назад это была столица Средиземного моря, очень поднациональный город, после войны революция все изменилась, но некоторые архитектурные особенности там остались, там раньше жили и греки, итальянцы, и евреи. Наше здание, даже не столько здание, это часть пейзажа, оно напрямую не перекликается с окружающей средой, но это часть пейзажа, задняя часть это 30-метровая сплошная стена, вырезанная из гранитных панелей, там написаны буквы, все алфавиты человечества, русские, я уверен, тоже, я не знаю, на какой части стены написан русский алфавит, но все известные нам алфавиты представлены, это гранитные панели, и египтяне резчики приехали в Норвегию, там они изучали разные техники резки по камню, то есть ручная работа, фантастическое произведение не искусство и со стороны моря, Средиземного моря, крыша поднимается из моря, из озера в небо, это высокотехнологическая часть здания, задняя стена, это старая технология, в принципе, Александр мог бы построить библиотеку по этой же технологии, гранитные панели, но здесь у нас алюминиевые панели, они расположены по диагонали, они ориентированы на север, чтобы не было прямого солнечного света в библиотеке, но вид они не загораживают, поэтому, когда вы находитесь внутри библиотеки, вы можете сидеть с книжкой и полюбоваться Средиземным морем. Вы знаете, что библиотеки не только читают книги, книги уже давно отошли на второй план, библиотеки это место общения, это место, где можно быть наедине с собой, находясь в толпе, и эта библиотека уникальное пространство, там пол спускается вниз террасами, очень хорошая акустика, если уронить карандаш, все услышат, но это хорошо, потому что вместо того, чтобы шуметь, люди вынуждены соблюдать тишину, и сидя на разных уровнях, вы можете видеть море. Колонны похожи на столы деревьев, и как будто через кроны проникает свет, заходите в библиотеку, ощущение, как будто вы находитесь не в здании, а наоборот, как будто вы вышли на природу. здание здание находится в александрийской бухте, оно не очень выдается, это совершенно определенно задает ландшафт, но мэр Александрии, кстати, очень не нравится вся современная архитектура, кроме вот этого здания. Мне кажется, потому что он не воспринимает библиотеку как здание в александрии было очень важно создать большое общественное пространство вокруг библиотеки, а египтяне не любят общественное пространство, потому что там происходят неприятные вещи, сложно контролировать, но мы спроектировали площадь вокруг библиотеки, клиент хотел обнести эту площадь с забором, чтобы не пускать людей. К счастью, забор не был построен. И сейчас, во время революции несколько лет назад, площадь стала местом встреч для людей, когда они хотят, чтобы их услышали. Они молятся не на здание, понятно, они молятся на Меку. Во время революции вокруг здания была живая цепь, которая защищала библиотеку, от мародеров. Вот так мы понимаем общественное пространство. Это пространство, которое принадлежит жителям города. И жители Александрии чувствуют, что это их пространство. А теперь несколько слов о наших самых маленьких проектов. Так бывает, что самые маленькие проекты становятся самыми известными. Этот проект реально очень широко известен. если вы архитектор, размер не имеет значения. Даже маленький проект может стать очень успешным. Это павильон на горе Снохетта для наблюдения за оленями. Детишки приезжают, чтобы из укрытия павильона наблюдать за дикими норвежскими животными. Детишки сидят в павильоне и наблюдают за горами. Это гора Снохетта, наша родная гора. Вы заходите в павильон, закрываете дверь, дикие животные не могут причинить вам вреда. Это очень маленький проект, но он получил все верную известность. Для нас очень важно одновременно работать над большими и маленькими проектами, потому что если вы делаете только большие масштабные проекты, в какой-то момент вам это наскучит, потому что на реализацию больших проектов нужно очень много времени. Александрийский и библиотекам стоили 13 лет. Когда вы учитесь архитектуре, вам всегда рассказывают, что архитектура это длинный процесс. Это правда. Поэт может написать стихотворение за день, картину можно написать за день, книгу можно написать за неделю небольшую, но архитектура требует времени, поэтому очень важно работать над маленькими проектами, чтобы была динамика, чтобы были результаты. Несколько слов о том, как мы проектировали это здание. Мы работали в КАДе, как большинство из вас сегодня, взяли трехнерную модель, а затем мы использовали робота, чтобы сделать модель, прототип. Можно было, конечно, без робота обойтись, можно было использовать любую другую технику, но используя имеющуюся технологию, вы получаете совершенно другую эстетику. Технологии позволяют создать трехмерную модель, и мне кажется, это чудесно, что сегодня это возможно. Несколько лет назад это было фантастикой. вот модель, ну, оленя у нас здесь не на месте, он за стеклом с другой стороны, и мы затем нашли специалиста, который, кстати, корабельщика, который, собственно, работал над павильоном, он использовал ту же самую компьютерную модель, по которой мы работали в нашей мастерской, и использовал эту технологию, сделать эту платформу. Таких технологий у нас никогда ничего не было, потому что мы делали чертежи, диаграммы, они делали, и какие-то люди по нашим чертежам это делали, но возможность работать вот так напрямую все меняет, потому что вы становитесь творцом. Вы не просто работаете над чертежами, вы делаете здание. Готовое здание, доступ свободный, любой человек может прийти и просто наблюдать за тикой природой. В Москве меня поразило, что московский ландшафт очень отличается от норвежского, у нас очень много холмов, гор, а здесь в центральной полосе все плоское. Для нас ландшафт часто ставится проблемой. Но нельзя сказать, что мы встраиваем здание в ландшафт. Это, кстати, гостиница в Лафотанские острова на севере Норвегии. Архитектура скорее входит в контраст, контрастирует с ландшафтом. Но архитектура по природе своей, пожалуй, часть ландшафта. Учитываем ландшафты по всему миру, один из крупных проектов, над которым мы работали последние годы находится в Саудской Аравии, в пустыне, Центр Мировой Культуры Короля Абдул-Азиза. Культурный центр. Когда нас пригласили к иметь участие в проекте, мы много думали о том, хотим ли мы вообще работать в Саудской Аравии. Можем ли мы там сохранять приверженность нашим идеалам, потому что они в качестве входят в противоречие с культурой страны. Спор этот ввелся и ведется. Ответили мы на этот вопрос так. Если, создавая это здание, мы поможем что-то изменить, если мы будем способствовать реформам, которые начаты были в стране, то прекрасно. В этом мы хотим принимать участие. Это культурный центр, их культурные центры отличаются от того, как мы понимаем, это концепция на Западе, там библиотека, кино, музей, все в одном. Что хорошо, в Саудской Аравии таких зданий нет. Там нет никаких архетипов, никто не представляет себе, как такие здания должны выглядеть, можно начать с нуля. Мы вдохновлялись камнями, самоподдерживающейся конструкцией, театр, библиотека, они построены как римская арка. это был хитрый ход, потому что Аравка, нефтяная компания, которая руководила проектом, не могла выбрать один из компонентов, потому что они все были связаны между собой, и если часть вынуть, то все здание развалится. Ну и концептуально задумка была в том, что необходимо, если вы хотите строить культурный центр, думать обо всех компонентах культуры, обо всех аспектах. Берете один, и все развалится. Здание очень странное, меня оно поражает до сих пор. Я не могу понять, как вообще нам это удалось, как это возможно. сложные формы, много кривых, двойные кривые. Мы думали, как сделать это просто. Пожалуй, самое простое это прямая линия. Возьмите печевку, оберните вокруг какой-то поверхности. В принципе, так мы это и делали. То есть у нас трубки обернуты вокруг структур разной формы и как вы видите очень сложные узоры, отпечатки пальцев, а вы начинаете обматывать какую-то структуру. так вот оборудование, с помощью которого мы гнули трубки. две машины такие в Германии в Германии структуру. В Германии была станка, гнули трубки по компьютерной модели, трубки нумеровались и затем переставлялись. Нам очень хотелось иметь такое оборудование, но, к сожалению, такого нет. Очень расслабляет наблюдать за тем, как они работают. Вот прототип, разные проекции, как это выглядит уже сейчас. мы видим, как формировались разные орнаменты. Это основной компонент, его нельзя убрать, иначе, когда они обрушатся, выглядит, как отпечаток пальцев. И вот внутри трубки входят в внутреннее пространство, который мы уберем от стены заглублены в грунт, а внутренние стены глинобитные, то есть мы брали местный грунт и формовали из него панели, которыми облицовывали здания изнутри. В здании окон не очень много, мы просто сплющивали трубки, чтобы они выглядели как жалюзи. Вот как сейчас будет здание, работа практически закончена, может, до конца года мы закончим работу, если кому-то из вас повезет, вы получите визу, поедете в Саудовскую Аравию, то вы это здание увидите, даже жаль, что так сложно попасть. Внутри с крыши вы видите ландшафт, естественный ландшафт, мы не стали ничего озеленять, там будут какие-то растения, но только те растения, которые растут в пустыне, то есть искусственного нарушения практически не будет, и территория вокруг культурного центра будет украшена камнями и местными растениями. Наши архитекторы, две из женщин на фотографии, наши архитекторы, но вот эта часть дискуссии, которая у нас была с саудовскорайдскими властями, если бы они сказали, нет, вы не можете присылать женщин на площадку, там отказались от проекта, но они согласились, согласились и мы, но вы понимаете, что работать вот так же непросто. В Европе у нас очень много небольших проектов, вот в Осло мы работаем с компанией AirSop, разные косметические товары, это австралийская компания, у них есть магазин по всему миру, вот мы проектировали пару магазинов, вот этот магазин находится в Осло, когда они создают магазины, они следят за тем, чтобы они все были разные, ну, чтобы они отвечали одной концепции, создалась одна философия, магазин был в Осло, мы делали также магазины в Сингапуре и Берлине, который открылся совсем недавно. это маленький проект, который можно за несколько месяцев, но многому очень много можно научиться в процессе. В Австрии мы работаем со Сваровски, который делает кристаллы, и у них есть парк развлечений, Кристалл Вельтен, и они попросили сделать для них несколько проектов. Это очень интересный проект, они хотели игровую площадку, мы сделали игровую башню, можно наслаждаться видами Австрии, все развлечения, которые есть на игровой площадке, там там плины, батуты, прыгать, смотреть на горы, там были детишки, а это наши сотрудники, те же дети, но взрослые. Нам не часто доводится строить в Осло, здание оперы было исключением, как и в Александрии был открытый конкурс, 600 участников на Крое Узло мы выиграли, мы очень много участвуем в тендерах и вам будет интересно, что в большинстве случаев мы проигрываем, но, пожалуй, самые важные наши проекты реализовывались через механизмы открытых тендеров, поэтому важно не, сколько раз вы проиграете, а важно что-нибудь хорошее выиграть. Пожалуй, один из десяти конкурсов мы выигрывали, одним из таких побед была норвежская опера. Кстати, очень важно знать, что норвежцы не любят оперу, надеюсь, меня здесь не слышат норвежцы, а опера вообще элитарное искусство, а в Норвегии система социально-демократическая, что элитарное, снобистское норвежцы не нравятся, а опера всегда считалась элитарной и снобистской, поэтому какой должна быть опера в Осло? Она должна быть очень народной, и чтобы люди могли гулять, использовать ее по-разному. Не было возможности сделать площадь вокруг оперы, поэтому площадь, площадью стала крыша оперы, и люди теперь гуляют там. Приходят в выходные, устраивают там пикники, приходят с детьми, родителями, собаками, даже в худшую зимнюю погоду всегда кто-нибудь гуляет, снег, дождь, неважно, там можно хоть на лыжах кататься. И если вы можете притронуться к зданию, если вы можете ходить по нему, вы чувствуете, что это ваше здание. И полюбив здание оперы, люди начали любить оперу, и сегодня в оперу не попасть, билетов не достать. Вот детишки, которые лазают по крыше, вот виды внутри. Нашими проектами работают очень известные артисты, вот Олафер Алисон, исландско-датский артист, сделанную световую инсталляцию, она меняет свет в зависимости от времени дня, и свет постепенно меняется, и меняет скорость восприятия, меняет вообще восприятие окружающего пространства. Деревянная стенка отделяет фойе от театра, повседневность от волшебной магической жизни. Театр сделан из дерева, вся внутренняя отделка это дерево, стены, потолок, пол, лестница, как будто вы попадаете в огромное дупло, схема классическая, подковая, специальные ложи для короля нет, король сидит в центре, очень социально-демократическая организация пространства, а вот занавес, художница из Калифорнии Пэй Уайт, художница из Калифорнии, создала этот занавес, выглядит как будто из алюминия, на самом деле это шелк, черный, серый, белый, это оптическая иллюзия, собственно, опера это иллюзия, если мы посмотрим, как выглядит само оперный зал, сам оперный зал небольшой, здание огромное, и в нем находятся репетиционные залы, костюмерные, находится сценическая механика, но везде есть окна, можно заглянуть в то, как это происходит, вот разные мастерские, вот крыша, мы очень много спорили с властями насчет крыши, во-первых, мне нравилось, что она очень крутая, поэтому никаким снипом, конечно, не отвечает, чтобы получить разрешение построить такую крышу, в которой ходили бы люди, нам нужно было сказать, что это не крыша, это инсталляция, с инсталляцией можно делать все, что угодно, поэтому мы назвали инсталляцией, еще одна проблема нам хотелось использовать белый карарский мрамор, если вы были в Ослоу в ноябре, вы знаете, что это самое скучное, самое темное место в мире, света там нет, но если вы поднимаетесь даже в ноябре на крышу оперы, видите, что она как будто светится изнутри, а летом без очков там невозможно находиться, только чтобы получить разрешение на использование итальянского мрамора, нам пришлось выдержать обсуждение в парламенте, парламент принимал решение разрешить или не разрешить нам использовать итальянский камень вместо норвежского, к счастью, они разрешили, мрамора, то есть крыша собрана из 50 тысяч элементов, каждый элемент уникален, мы опять создали трехмерную модель с помощью специального оборудования, используя компьютерную модель, вырезали из мрамора, вот эти плиты, вот эти лестницы, например, это цельные куски мрамора, это не плитка, выглядели мраморные карьеры в Караре, а вот крыша косла, произведение искусства, это очень сложные архитектурные решения, предусмотрены жалобы для отвода воды и используются для разных целей, можно, например, попрестить 70 тысяч человек, которым не досталось билетов, они смотрели постановку на экранах, сидя на крыше, можно побыть там наедине с собой, можно покормить уточек с семьей, можно порыбачить, там происходят удивительные вещи, в том числе вещи, которые мы никак не предвидели, вот парень катается на мотоцикле, когда мы проектировали и строили, нам говорили, у вас там будут одни скейтбордисты, а вот им как раз не нравится, как ни странно, может быть, там слишком неровная поверхность, может быть, там слишком просто, но скейтбордеров там нет, но вот такие ребята иногда приходят, и мы не могли себе представить, что кто-то будет на мотоцикле кататься на мотоцикле, и нельзя, если попробовать вас прогонять, но на мотоцикле вы легко уйдете от преследования. На другом конце мира, в Сан-Франциско, недавно открыли это здание, это Сан-Франциско мюзеев современного искусства, на переднем плане здание, которое было построено Марио Ботто в 80-х, один из лучших проектов, которые очень любят жители Сан-Франциско, наша задача была удвоить размер музея, мы подумали, что мы вообще можем пристроить к такому зданию, мы сказали, мы не будем пытаться ничего смешивать, Марио Ботто отдельно, Сан-Франциско отдельно, когда люди танцуют, они танцуют один танец, танцуют в паре, каждый остается при этом собой. Это новое здание, у него отдельный вход, пожалуй, самая интересная часть это фасад, это опять пытается привести немного nature в здание, мы попытались сделать его природным, похож на камень, это бетон, он усилен, стекловолокном, выглядит очень естественно, там утес, утес, посреди Сан-Франциско, галерея, она украшена структурами Ричарда Картера, которые нам пришлось ввести в здание до того, когда здание было построено, потому что оно огромное, это галерея, это уже открылась, когда будете в Сан-Франциско, обязательно загляните, проживайтесь, это очень созвучно, с работой, которую проводит Стрелка в Москве, это проект, который мы делали на Манхэттене, на Тайм-Сквер, по масштабу это меньше, чем обустройство Садового кольца, которым сейчас занимается Стрелка, но это тоже очень важный проект. Мы сделали Тайм-Сквер пешеходной зоной, шесть блоков, между 7-й авеню и Бродвее, в Нью-Йорке есть сетка, и здесь на месте пересечения крупных авеню стали были пробки, и заказал исследование, и оказалось, что, сделав эти шесть блоков пешеходными, в целом трафик улучшался, и у нас появилась возможность создать общественное пространство в центре Манхэттена для... И это очень приятно, потому что до этого за всю историю Манхэттена, чтобы пробоваться в Тайм-Сквер, можно было стоять, по сути, в центре большой пробки. Это как выглядел Тайм-Сквер до того, как превратился в пешеходную зону. Это, конечно, макет, но, в принципе, так это выглядит и сейчас. Очень простые пространства, мало что можно придумать, потому что люди там прогуливаются, нельзя загромождать пространство деревьями, ручной мебелью, открытое пространство, там есть скамейки, но, в принципе, это место встречи большого количества людей. вот наши архитекторы испытывают на себе скамейки, а вот Нью-Йорк стоит рядом. Пока там хаос на Тайм-Сквер, поэтому нас там не очень любят. Там будут работы, там постоянные пробки вокруг, но мы завершаем работы, я думаю, что уже следующим летом все работы будут закончены. И удивительно, как быстро нью-йоркцы захватывают эти общественные пространства, что это огромная гранитная мостовая, и все думают, что там будет все скучно, стерильно, моментально заполняется жизнью, людьми, с какими-то событиями. Настолько, что некоторым людям кажется, что это может быть уже чересчур, потому что здесь мультяшные персонажи бегают, голые бразильянки нарушают покой на Тайм-Сквере. Инициировал проект бывший мэр Блумберг, сейчас в Нью-Йорке новый мэр Деблазио. И он, но поскольку проект начинал его предчастник, он не очень его поддерживал, потому что, говорят, что там слишком много людей, слишком активная жизнь, слишком много всего происходит, но это общественное пространство. Общественное пространство в идеале используется людьми, но бывает, конечно, случается бардак, но, к счастью, Деблазио не закрыл проект, бразильянки остались, голый ковбой остался. Голый ковбой, кстати, очень нравится. Он очень подружился с нашими архитекторами, он посвящен надзор за работой на повседневной основе, даже спел им песенку. Не знаю, найдет ли вас здесь в Москве голый ковбой, но, может быть, кто-то из вас, если увидит, заставит его спеть. А сейчас можно вот так стоять в центре Тайм-скуэр новый год, не уворачиваясь от машин. Городской дизайн. Много работаем с городским дизайном, это всегда сложно, потому что города несовершенны, мы пытаемся сделать их совершенными. Вот один из наших проектов в Гондурасе, и мэр попросил нас помочь городу. По всему городу женщины продают какие-то товары, и это опасно, потому что интенсивное движение, и они иногда попадают под машины. поэтому у нас был проект городского дизайна, мы создали конкретно цементные скамьи специально для этих женщин, которые торгуют сладков. И городской дизайн может быть очень прагматичным, и в нашем несовершенном мире можно довольно много сделать, чтобы сделать мир лучше. Но это проект, с которого начался наш Нью-Йоркский офис, мемориальный центр на месте башен близнецов, наше здание, вот это маленькое в центре. Нам пришлось смириться с тем, что все архитекторы, которых мы знаем и любим, строили огромные небоскребы вокруг, а нам досталось маленькое здание, они стоят вокруг и смотрят на нас сверху вниз. Но, пожалуй, это самая сложная площадка, на которой нам довелось работать, потому что под прицелом честного внимания и у всех свои представления о том, что можно и чего нельзя делать на этой площадке. И, по сути, проект стал результатом переговоров, а не проектирования. Нам пришлось поговорить со всеми, с мэром Нью-Йорка, с губернатором штата, с мусульманскими, буддистскими, христианскими, протестантскими общинами, потому что у всех свое представление о том, что можно и что нельзя делать на этой площадке. Поэтому, это тот случай, когда дизайн стал результатом диалога. Содиага Калатрава разработал саму площадку, и это тоже было дополнительной сложностью, потому что нам пришлось с ним согласовывать. Клиенты некоторые ссорились, и они требовали, чтобы мы переносили здание, меняли его в форму. Но сейчас работа завершена, здание это любит людям стоять и заглядывать внутрь, или заходить внутрь и смотреть наружу. Они смотрят на свое отражение в стеклянных стенах, смотрят, как выражается в Нью-Йорк, думают о истории этого места. В фойе находятся две колонны. Это колонны башен близнецов, которые сохранились после взрыва. А вот в Норвегии это маленькая хижина 28 квадратных метров, 23 человека могут там разместиться. Хижина, убежище для походников. на горе, там нет дорог, все подвозится на лошадях. Человек топором вырубал деревянные панели, часть доставляет детали вертолетам. 23 человека, он утверждает, что там можно разместить 23 человека. Мы очень много говорили о незапрограммированных пространствах и определенного назначения. Это обучающий центр Университета Райес в Торонто. Он прилегает к библиотеке, но это не библиотека, это, по сути, место общения, место встреч студентов, вход с улицы. Отражает свет в пар и вы можете перемещаться на разных уровнях. Нет никакого четкого назначения. у разных помещений сами студенты создают для себя пространство и выбирают назначение. У них есть пляж, как они его называют, такое большое общественное пространство, где можно сидеть, работать, заниматься. Это настоящее общественное пространство. Если мы посмотрим на Street View Google Earth, то можно даже зайти в здание и вот эта граница между внешним и внутренним постепенно стирается. В этом году мы закончили работное здание во Франции, в юго-западе музей пещер. Но в корее есть огромная пещера с историческими рисунками, но рисунки очень хрупкие, поэтому туда не пускают посетителей, пещеры, наша задача сделать искусственные пещеры, мы запустили туда дроны, сканеры, сделали тропмерную модель, и мы сейчас строим полную копию пещеры, которая будет находиться внутри музея, музей находится внутри горы, его вновь мы стираем границы между реальным и нереальным, и понятно, что у нас пещеры рисуют картины, разница между реальной пещерой и нашей в том, что наши лучше, потому что у нас есть доступ для инвалидов, это безбарьерная среда, а в то время о безбарьерной среде не думали. Вот еще один проект, в Риаде мы строим станцию метро, а я думаю, в Москве все, что связано с метрополитаном интересно. Эта станция метро будет находиться в центре Риада, по сути, это перископ, перистекаются две станции в глубине 30 метров под землей и полированная нержавеющая сталь, материал, который сдал на крышу, и если вы бежите, например, опаздываете на поезд, то вы можете заглянуть и увидите поезд, как обычно поезд уезжает, или когда вы приезжаете на станцию, вы можете посмотреть наверх и увидеть район, который отражается в крыше, и вы можете всегда понять, где вы находитесь. вот как выглядит станция снаружи, если вы посмотрите на крышу, вы увидите поезда, но это, понятно, пока трехверные модели, у нас пока идут фундаментные работы, проходческий щит в одну сторону, в другую сторону, и когда будут подземные работы все завершены, через пару лет, я надеюсь, мы завершим этот проект. У нас сейчас спрашивают, почему мы не работаем над проектами жилья, жилых комплексов. Вот мы сделали два улья, 80 тысяч пчел, у наших заказчиков, это человек, у которого небольшая лавка, он продает мед, и мы для него сделали два улья, а вот сейчас кореецам заказали 2000 ульев. Мы пока не решили, что делать. В этом году приняли участие в фестивале света в Сингапуре, Марина Бэй, устойчивое развитие было темой, поэтому мы сделали такую беседку, это фотоэлементы, которые днем создают тень, заряжаются солнечной энергией, а вечером освещают эту беседку. Включили новый заказ на аналогичный проект в Южной Африке, только намного большего размера. Об этом я расскажу чуть позднее. колесо обозрения в Дубае, самое большое в мире. Это Пусан, опера в Корее. Если довелось построить оперу, то очень великая вероятность, что закончу там еще и еще. Через пару лет, надеюсь, мы закончим. вот конкурсы, которые мы не выиграли, но в Париже мы выиграли конкурсы, будем строить новую штаб-квартиру для газеты Le Monde на вокзале Austerlitz. Проект, на котором сейчас идет работа. Там одна площадка, но построить нужно на двух разных участках, поэтому мы делаем большую арку, так как это Le Monde, то мы вдохновлялись земным шаром и искривления как-то созвучны формой земного шара. Но когда мы закончим, вытягиваем, например, так, вытеснение под аркой, следите на новой сцене. Мы также занимаемся графическим дизайном, не только архитектурой, об этом я уже говорил, потому что если заниматься архитектурой, все равно нужно заниматься и графикой, и ландшафтным дизайном, и социологией. Мы должны учитывать все потребности наших клиентов. Сейчас мы насилие большая команда графических дизайнеров. У них совершенно другой темп, их проекты реализуют очень быстро. Вот, в частности, новые банкноты норвежские, мы их тоже разработали, они будут выпущены в обращении уже в следующем году. Кроме того, они делали дизайн кредитных карточек для крупнейшего норвежского банка. Мы сотрудничали с индустрией моды, вот, пожалуй, одно из самых дорогих платьев в мире, сделанное из банковских карточек. Последний проект, который мы выиграли, это что-то партир Модбанка. Лебано-французский банк, Лебано-французский банк в Беруте. На той неделе буквально мы узнали, что выиграли конкурс. Это наш первый небоскреб, ну, может быть, совсем небоскреб, он не такой высокий, но это первое здание, которое мы строим выше 30 метров. И это металлический брусок. и когда мы начали работать этим проектом, нам позвонили представители банка из Берута, сказали, мы хотим построить штаб-квартиру. Мы сначала засомневались, что это вообще, что они хотят, но оказалось, что это потрясающий клиент, который интересуется не только с вами делами, но они создают общественное пространство, у нас есть предусмотренные сады, лестницы с улицы, люди могут подняться наверх, это существующая лестница в Беруте, у нас будет аналогичная, будет общественное пространство, там разные террасы, ну, ливанские банкиры, им, пожалуй, везет, потому что у них виден на гавань и на горы и террасы можно будет выглядывать на улицу. Наш последний проект совместно с Стрелкой, часть проекта по обновлению садового кольца, с вами работают два чудесных молодых архитектора, две Даши, надеюсь, в следующем году я приеду и смогу рассказать вам о том, как продвигаются дела. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...